Доброе утро! Сегодня у нас уникальная возможность увидеть и услышать члена жюри международного юношеского музыкального конкурса имени Петра Ильича Чайковского, Александра Снепковского. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Александр, вы тот самый счастливчик, который рос в музыкальной семье. Ваш папа был известным музыкантом. Вот мне очень интересно, насколько легко вам дался жизненный выбор? Насколько просто вы выбрали жизненную стезю? Или всё-таки вы раздумывали, кем стать? Я начал музыкальное образование очень рано. Как все, как очень многие дети из музыкальных семей, в пять лет я уже начал играть на скрипке, дальше я начал заниматься, ходить в музыкальную школу. Абсолютно стандартный, обычный путь для молодого музыканта. Но, к счастью, в определенный момент моей жизни, это было где-то уже в 12-13 лет, я понял, что меня интересует в жизни другое. Я начал ходить в мастерскую Московскую консерваторию, смотреть, как работают скрипичные мастера. После чего я ходил тоже в мастерскую при государственной коллекции, где я мог видеть самые замечательные инструменты. Я видел скрипки Страдивари, Лоса Гварнери и других известных итальянских и французских мастеров. И это мне дало желание всё больше и больше работать музыкальными инструментами. И снова счастливый случай. Вы открыли своё дело, своё любимое дело. Открыли мастерскую по реставрации скрипок и в ваших руках появились уникальные экземпляры. То, что меня двигало переехать и начать работать во Франции, это то, что мне хотелось учиться. Мне хотелось учиться всё больше и больше скрипичному мастерству, узнавать настоящую школу реставрации. И я в течение многих-многих лет, приехав во Францию, перед тем, как открыть свою мастерскую, учился. И на обучение у меня ушло 5-6 лет. Только перед и после этого обучения я понял, что я в состоянии открыть свою мастерскую. Безусловно, сегодня у нас уже 20 лет, как у меня есть мастерская, 20 лет, как я начал работать один, дальше у меня появились ученики, ассистенты. Сейчас у меня большая мастерская, у нас работает 6 человек. Но главное это качество, главное это счастье, работать каждый день с замечательными инструментами. Сегодня вы член жюри международного юношеского конкурса имени Петра Ильича Чайковского. Как высоко вы оцениваете уровень нынешних участников? Мне кажется, что уровень музыкантов очень-очень высокий. Конечно, очень трудно для всех членов жюри и для меня отобрать самого лучшего или самых лучших музыкантов. Потому что у каждого музыканта есть свои сильные стороны. И все-таки, на ваш взгляд, для музыканта что важнее? Техника или умение чувствовать и выразить свои эмоции? А может быть, возможность выходить в какое-то трансовое состояние? На сегодняшнем уровне игры на скрипке вопрос техники уже не стоит. В любом случае, техника – это необходимо. Работа – это необходимо. Часы работы. Хороший педагог – это необходимо. Чтобы публике и нам было интересно слушать, то главное, чтобы у музыканта был большой талант. Главное, чтобы у музыканта была индивидуальность. Главное, чтобы публика была рада услышать то, что он нам может сказать. Вы тот человек, который может сравнить российскую и французскую музыкальную школу? Сегодня лучшие педагоги со всех стран мира ездят по странам, преподают. Хорошие ученики, музыканты ездят на мастер-классы и получают уроки самых лучших педагогов. Сегодня, мне кажется, надо говорить о мировой музыке, о мировой скрипке и перестать говорить о странах. И все-таки, что чувствует судья на таком конкурсе? Ответственность. Ответственность – не пропустить талант. Спасибо за приятную беседу. С нами был Александр Снедковский, член жюри Международного юношеского конкурса имени Петра Ильича Ящиковского. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!